Всех приветствую на своем канале. С вами Лёля и для кого-то, возможно, долгожданный обзор летнего гардероба. Я в этот раз решила особо что-то не мерить, что-то я просто покажу, как вот потрясут перед камерой шмоткой, да, что-то, возможно, я одену на себя. Я все еще без штатива, если вдруг что там в комментах будет на тему, что вот надо там куда-то это в полный рост и так далее. То, что я смотрела в интернете, не совсем то, что я хочу или не совсем в хороших отзывах. И потом я решила, что это, в принципе, лучше покупать на месте, точнее, смотреть это все и щупать. Но пока у меня еще не было возможности как-то так вот зайти в какой-то магазин фото-видеотехники. Надеюсь, в ближайший приезд в Ярике это случится. В общем, это небольшое отступление. Если вам интересно это видео и эти летние шмотки, то оставайтесь со мной. Если нет, то жмите на паузу и идите гулять. На мне будут какие-то вещи, которые вы видели в обзорах, если вы мои подписчики или просто смотрели каким-то образом случайно мое видео, да, какое-либо. И какие-то вещи, возможно, которые даже не были в обзорах. Вот сейчас на мне это, не знаю, наверное, видно все-таки. Рубашечка такая. Даже пристану слегка. Ну, по-моему, это хлопок стопроцентный. В основном я ее сейчас таскаю дома. Да, и видно, скорее всего, что она помятая. Просто я ее достала и чисто вот одела вместе с карельскими шортами, которые сейчас на мне. И, в принципе, я в них была на выступлении в Карабихе. Как раз это вела с Аленкой Еленой Снегиревой. Влог, точнее. И вот там можно было видеть меня в полный рост. И на мне были такие черные шортики. Шортики фирмы карельской МОТТА с двумя Т. Еще была такая футболочка фиолетовая. Там был нарисован медведь. На карельском было написано, что ты забыл в Карелии. Точнее, или на английском. Ну, как-то так. Таким образом. В общем, ну, вот шортики у меня лучше сохранились. Не полиняли, ничего не вытянулись. Ничего такого с ними не случилось. Хлопок там стопроцентный. А маечка вот почему-то слегка вытянулась. И слегка полиняла. Не настолько. С местами фиолетовая. А не местами такая бело-фиолетовая. И она у меня сейчас уже ушла, так сказать, в вещи, которые я таскаю дома. Либо в которых можно ходить в сад. Ну, в общем, такие, где особо никто не поругается, что ты пришел непонятно в чем. Хотя есть вещи, в которых я хожу. И я знаю, что невозможно не такие кошерные. И, конечно, ради меня еще иногда возникает. Что-то такое-то на себя нацепило. Ну, не дословно, но суть такая. В общем, вот эта вот рубашечка клетчатая. Вообще, я не очень люблю рубашки. Но иногда, так сказать, ношу. Вообще, мне ее подарила год назад подружка. Ну, и, соответственно, в общем, она мне понравилась. Иногда бывает, вам вещи какие-то дарят не очень. А вот тут, именно в точку, она мне понравилась. Я ее таскала в прошлом году усиленно. Иногда даже просто одевала дома, когда не летом. В общем, вот такая шмотка. Сейчас я не знаю, стоит нажимать на паузу или нет. Я подозреваю, что у меня видно слева от меня по борту этот весь бардак мой из одежды. Я, может быть, просто достану. Вот что мне первое попадается. Это у меня попадается то Эйвеновское платье, которое как-то у меня было в обзоре. Оно из вискоза. У меня случилось несчастье. У меня каким-то образом умудрилась отвалиться вторая бусинка. Я ее в комнате не нашла. Возможно, отвалилась, когда я где-то откуда-то шла. Может, еще где-когда. Но такой вот факт, что она вот так вот не очень, как оказалось, хорошо прошита была. Может, просто за что-то зацепилась. Я думала приделать какую-нибудь другую бусинку или просто даже убрать эту петельку и вот так вот подшить. Но у меня все так руки не доходят. Оно, кстати, легкое и хорошее. И, конечно же, оно сейчас мятое. Но я думаю, у вас особого этого шока не будет. Потому что вещи, в принципе, в шкафу, когда лежат сложенные, они все равно мнутся. В общем, вот это вот платье. Я тогда его советовала. Кстати, ну еще вот сейчас я посмотрела. Иван, кажется, 14 каталог. Там в сети, в кабинете представителя висит такая книжечка. Я не помню, как она называется. По-моему, сезонное предложение или что-то в этом роде. Там оно сейчас стоит, я тогда покупала за 1599, сейчас оно стоит 1499 на 100 рублей, короче, дешевле. И там еще есть 42 размеры, если вдруг кто-то такой же миниатюрный, как и я. И сейчас немножко перефразирую мамину цитату. Там кого-то из Битлз, что ли. Миниатюрная японочка Йокайона. Да, кстати, с детства мне прививалась любовь к Японии. Не знаю, почему. Ну, видимо, может, это как-то косвенно повлияло на то, что я тут это люблю всякое аниме. Ну, не всякое, а выборочно, конечно. В общем, если вы такой же миниатюрный человек, как и я, то там еще есть 42 размер у Эван именно на это платье. Оно 100% вискоза, очень легкое, хорошее. И, в общем, пояс, конечно, у меня сейчас висит где-то в шкафу, я совсем про него забыла. Но оно очень классное. Я думаю, вам, возможно, повезет больше, потому что вот у меня эта бусинка отвалилась. Но так оно, в принципе, хорошо очень прошло, никаких швов не торчит. И у меня оно было сделано в Италии. Хотя, может, мне так повезло. Возможно, вам повезет меньше, оно будет сделано в Китае или еще где-нибудь. Это платье у меня. Так. Это я достаю пиджачок. Мне сестра его привезла из Италии, от Дольче Габбана. Когда-то я делала его обзор отдельно, потому что товарищи насекомые, которых я тогда усиленно читала, чтобы поржать. Они сейчас про меня, по-моему, ничего не пишут. И, соответственно, почитать не приходится. Ну, соответственно, нечего почитать, ни на что посмеяться. Не, конечно, есть на что посмеяться, но их не заходило просто поржать иногда. Дольче Габбана. Размер L. Это у нас... Кто это у нас? Лен, наверное, да? Сто процентный. В общем, хоть мне тогда его пили, что-то подделка и тому подобное, но у меня сестра занимается собаководством. Или как оно там еще... В общем, она выращивает всякие разные породы собак и ездит на разные выставки по всему миру. В принципе, вряд ли бы она стала покупать что-то непонятное. И я ей доверяю. Ну, и я его, в принципе, редко ношу. Оно мне чуть-чуть широко в груди, потому что если вы там не совсем врубились, а у меня нулевой размер, да? Я как-то этого не скрываю и не стесняюсь. И не считая нужным носить лифчики пушап, потому что вот как в каком-нибудь анекдоте. Или как я тут лазала... Меня кто-то лайкнул, честно признаю, кто-то лайкнул какую-то мою запись. Я пошла к девочке, потому что... Ну, чисто интересно. Обычно чаще всего лайкают ВКонтакте какие-то люди, которые предлагают потом свои услуги. Там, я мамочка в декрете в интернете. Предлагаю вам работу. Тут я просто откнулась. У меня тут что-то была у меня вчера бессонница. Я откнулась на страничку, полазала, поугарала там на всякие записи. Кто-то кого-то лайкнул еще, ну, еще куда-то по ссылкам. И нашла какой-то очень стебный стеб, что-то там из серии. У меня на странице ВКонтакте, на стене там, страница, в принципе, открытая. На моей странице, а не странице канала, есть такой этот репост, там картинка, типа того, что, дорогой, как ты это... Меня не пугаешься без макияжа. Дорогой в ответ. Я тебя и с макияжем пугаюсь. Ну, как-то так. В общем, просто суть такая. Я не люблю лошадь. Нафига там на себя напяливать то, что потом будешь раздеваться, да, перед малым человеком или девушкой, смотря какая ориентация у вас. И о, а там ничего нет, да? В общем, вот, нить слегка великоват. Я его иногда таскаю поверх, вот когда не особо холодно, не особо жарко. Ну, в общем, тут есть кармашки, хоть они и маленькие, но главное кармашки. И вот эти стразики до сих пор еще не отвалились. Я думаю, это что-то значит, потому что он у меня уже больше 10 лет, а пижачок. Так. Это шмотка, которую Лёля покупала сама. Одно время, точнее, ну, одно время Лёля ходила, как все приличные девочки с мамами, тетями и сестрами выбирала шмотки, а даже Лёля приспичала самой купить шмотки. Мне потому что все время вносились мозги, как-то так, ты не тисешь одеждой, ты все, пятый, десятый, ты просто пыры, ты же девочка, ты и т.д. И Лёля в 2009 году, помню, поперлась в магазин. Как раз была это, у меня, первая для меня выставка картинок. Там 9 моих работ была, выставка авангардов. Как раз даже у меня на одной, на Black and Rose есть голограмма такая, логотип, что-то такое, яр чего-то там, яр афиша, кажется, в ВКонтакте. И просто тогда это было как реклама, и моя картинка тогда была как зазывалкой. И, в общем, мне надо было какую-то шмотку прикольную. Ну и что, Лёля пошла в магазин. Лёля уже в одежде. Тогда считала полиэстер какой-нибудь там запчастью хлопка. Ну, в общем, это одно из того времени, которое сохранилось. Тогда были джинсы, пояс, нет, джинсов не было. Пояс, значит, еще какая-то там фигня, еще какая-то кофта блестящая. Если полазать в ВКонтакте, у меня, кажется, там этот альбом более-менее открытый. Там есть, наверное, что-то с этой выставки. Есть фотка, короче, где я на фоне этот Black and Rose. И там как раз я вот этой самой непонятной водолазкой. Меня, насколько помню, Гуркин Олег фоткал. Типа на фоне картины. В общем, такая же леточка. И да, она мне снова слегка великоваться в груди. Ну, я сделала этот... Я просто сюда заделывала небольшую такую брошечку, божью коровку, но она вроде как не давала там это все видеть, что это вроде как мне шоковат немножко. В общем, такая вот жилеточка. В принципе, довольно няшная. Размер L. До фэшенс. В общем, короче, какое-то до... Судя по французски... Ну, если читать по-французски, не знаю, на каком вообще. Вот только сейчас заметила, что тут деревянные бусинки. Прикиньте, вот висит шмотка с 2009 года. И Леоля только сейчас заметила. Возможно, даже я не была на каком-нибудь обзоре. Так. Джинсовое платье, про которое мне там говорили, что у меня шмотки, как у бабушки 60-летней. Знаете, я на вас люди фигею. Или я в таком танке, что не знаю, что бабушки 60-летние в таких прикидах ходят. Или вы чего-то там курили. Причем такое забойное, что у вас такие глюны пошли, что я фигею на вас. В общем, джинсовый сарафанчик, я его называю. Скажу честно, покупала в секонд-хенде, но с биркой. Вообще, я очень брезгливая относительно вещей, и я не воспринимаю, вот как люди покупают в секонд-хендах. Я понимаю, что это сэкономить, там, то есть, у пятой-десятой. Мой приятель, Глеб Мальцев, часто покупает шмотки в секонд-хенде, там, у себя, в Каунасе об этом пишут. Ну, по крайней мере, я раньше писала в блогах. Я сейчас просто не всегда захожу на тефоретник и не всех читаю. Но суть такая, что люди как-то в этом нормально покупают. У меня сестры покупают, подруги, ну, знакомые все, это как-то не брезгуют. Я брезгливая, честно. Даже когда в театре книги вы играли, я всегда брала свою одежду какую-то. Вот у меня есть вещи в шкафу, я сейчас сделала как раз разборку, которые именно для театра книги, если я еще буду там участвовать, то вот они у меня все еще там висят. Но я не считаю их нужным пока, потому что, в принципе, я их одеваю именно вот на какие-то выступления. И, в общем, я зашла с подружкой, помню, и увидела вот такую прелесть. Она была сбирочкой, она была новая. Там в этом секонде иногда попадались именно реально новые, хорошие вещи. И я ее, помню, купила за 400 рублей. Я часто в ней бываю в обзорах. Это шмотка. Я в ней ездила, ну, грубо говоря, на свидание к Диме. Наверное, это все-таки свидание, если вы в 8 часов вместе проводите вдвоем, да? Ну, или прогулка, хер его знает. В общем, вот оно такое. Оно мне очень нравится. И оно как раз вот написано до сих пор там внутри на бирочке, что для детей на рост 170-176, хотя у меня рост 167, 20 сантиметров с половиной, и на возраст 14-16 лет. И вот как-то сказать, что вот это вот для бабушки 60-летней, это я не знаю, что вы курили. Я продолжаю свой обзор. И вот я тут в такой футболочке. То у нас тут лохи жуликов прогони. Я надеюсь, будет видно. Вообще, это рисунок одного моего приятеля, карельского панка, стефоретника, который попутно не кищит программист. И когда я заказывала его рисунок на эту футболку в нашей тройке, то почему-то наши, видимо, они все-таки криворукие ребята, срезали именно Хекс Ладан, и поэтому тут вроде как авторства нет. Но такая футболка, я в ней ездила в Карелию в 2013 году. Ну и вообще, вот я сейчас про нее вспомнила. Она вообще как бы такая двухслойная, кажется, потому что сверху она такая гладкая, изнутри она хлопковая. Ну и такая довольно интересная. И вот летом в ней, ну когда вот, допустим, 25-20 градусов, мне кажется, у них жарко. Вот когда, ну, чуть поменьше 20, или 20, но без солнышка, то вполне ничего. И на мне сейчас брижи. Я потом их засниму отдельно. Я сейчас слегка переоделась, чтобы показать вам эти шортики Мотто. И еще вот сейчас у меня будет верхняя эта запчасть. Вообще-то у меня джинсовый сарафанчик такой с юбочкой. И это просто вот как верхняя часть его, потому что я его чаще всего сейчас нащу как юбочку. Я покупала тогда за полторы тысячи. Не помню, делаю я его обзор отдельно или нет. Но мне тупо захотелось очень джинсовый сарафанчик какой-нибудь. Или джинсовое платье. Но вот то, что я смотрела на сайтах, магазинах, там вот просто вот этих каталогах, шмоток, вот именно моего размера или то, и вот решила, что оно мне очень даже хочется. И вот эта вот юбочка, которую можно в принципе как сарафан, она конечно где-то в районе талии, но чуть-чуть на бедрах. В основном я ее ношу на бедрах. Иначе уж она совсем коротенькая. Тут у нас два кармашка. Спереди у нас три кармашка. Вообще я очень люблю кармашки. У меня бумажный платок находится. Маленький кармашек, кстати, тоже такой. А нет, тут кармашек-обмашек. А я тут думала, тут пять кармашков. Значит, я его перепутала с каким-то другим кармашком. Короче, тут кармашек-обмашек и довольно глубокий кармашек. И в него полностью заходит мой телефон, обзор, который я тут как-то делала. И когда гуляю, я чаще всего затыкая уши себе наушниками и слушаю какую-нибудь там подборку. В основном это анимешные треки. Это из гравитации. Там пара песен Кэнди Кэнди из еще чего-то там. Но в основном у меня из-за ним это только гравитация, треки. Потом из латиноамериканских музыкальных сериалов типа Упа Дэнс. Потом даже некоторых сериалов типа Сос Мивида там еще есть. Виолетта еще кто-то такой. И потом Металлопера Тоби Саммита. Ну и еще какой-то сейчас валяется легкий метальчик. Типа Лирик металл или как он там финский металл, короче. В общем такая вот юбочка. Я вот сегодня собираюсь скоро на воздух. Не знаю, может быть в ней пойду, может быть в чем-то другом. В общем вот это вот туника. Я не знаю, была я в ней в обзорах или нет. Возможно в каких-то ранних год назад. Ее я ношу или поверх шорт. Вообще если поверх шорт, то с поясом ее шорты практически не видно. Или отдельно, или с поясом отдельно, или без пояса. Без пояса она слегка длиннее от карта. Или поверх каких-нибудь ну так же брюк, джинсов, бриджиков каких-нибудь. Вот те самые шортики знаменитые. Черненькие. Тут у нас четыре кармашка. Ну а вот эти вот кармашки не очень большие. Телефон слегка вылезает. И вот тот самый логоптип Мотто. Я одно время тащилась в Карелии. Ну и соответственно как не купить карельские шмотки. Обычные такие шортики. И я на тот момент, когда их мерила, они у меня вроде были как нормально по талии, а потом я слегка похудела. Не знаю как, не спрашивайте. И соответственно они стали на бедрах. Так, тут у меня еще есть индийская льняная голубая шмотка из тонкого такого льна. Ой, я ее сейчас блеском слегка намазала, но она сзади у меня тоже казалось какое-то пятнышко. В общем, мне ее придется видимо стирать. Как раз я голубые брюки белорусские замочила. Потому что где-то умудрилась найти пятый угол вместе с ними. Ну и соответственно со следами крови как обычно. Не без этого. Ну в общем вот такая и хорошевская она мне пришла в подарок. Она тут конечно мятая. Я думаю вы меня простите за это. Ну а не простите это ваше дело. И тут такой легкий рисунок похожий на вышивку. В общем она довольно интересная и красивая. Я не помню была я в ней когда-нибудь в каких-нибудь обзорах или нет. Ездила там с Аленкой может встречалась. Так, еще у меня есть джинсовая юбка. То есть той серии залез шкаф в фигасе у меня юбка откуда. Ну у меня такое бывает вообще раз я не знала. Это где-то раз в сезон. В общем такая вот. Я вообще в ней ездила в беларуську. Тут у меня есть топик который я покупала специально для Беларуси и в нем уже как раз ездила. И он у меня есть в каких-то обзорах. Ездила как раз в нем и в этой юбке. Ой я только сейчас заметила что тут девушка нарисована. Не поверите. Я когда покупала мерила я даже не разглядела что там тут хлопок 95% и 5% какой-то хрени. Так еще вот такая вот кофточка тоже слегка мятая. Но я что-то решила не гладить исключительно для видео. На выход то конечно надо гладить. Но она сзади завязывается таким бантиком. Возможно как-нибудь покажу в каком-нибудь обзоре. Так у меня тут есть голубое платье в нем возможно я была в каком-нибудь обзоре. Это мне кажется или полностью в подарок или там я сколько-то чуть-чуть доплатила пришло на лайте заказывала это у нас тут вискоза не вискоза ну короче это так вот из чего там маечки делают вы мне там в комментах напишите и немножко шифона шифон же да это тряпочка такая но вы меня поправите я в тряпках не очень понимаю в общем вот такое вот оно в обтяжку идет полупрозрачное я как-то его одела моя тетя решила что я вообще на голое тело одела так еще футболка ух ты у меня есть такая футболка а эту футболку мне подарила Манька Яковлева вот она футболка летняя я же говорю я про смотки не помню есть остатки был и роскоши мне было лет 13 или 12 моя мама навязала мне эту штучку крючком у меня так рука не поднимается ее вытянуть ну в этом году я ее еще не одевала но вообще ее летом часто таскаю платье которым я точно делала как минимум один обзор оно слегка уже как выяснилось ну я не заметила мои тети заметила оно слегка про волоси я в основном сейчас в нем таскаюсь дома но именно летом леопердовая слегка завышенной талией где-то под грудью тупик упал ой тупик упал это что за хрень а это то что я мне подарила Женька я не знаю что за фирма но кто-то там в каментах выливал свой яд что типа Apple стала производить шмотки Китай до чего дошел какая нахрен разница это хлопок и он классный и в нем не жарко так еще вот эту сейчас я ее выверну это 100% хлопок я помню за 300 рублей ее покупала не поверите дешевле чем мне 100% хлопок в ней я ездила тоже в Беларусь она была у меня как на сменку обычно такая серая футболочка джинсовое платье в котором я ездила в Карелии в 13-м году и на второе наверное свидание к Диме ну 8 часов наверное до свидания когда вдвоем тут вон есть дырочки под пояс но с поясом я его никогда не носила у него как раз пояс находится где-то ниже талии это на бедрах оно довольно легкое вот здесь у него змейка и у меня был такой казус мы с Ленкой Халмановой выходим из номера лососинской гостиницы в Карелии в ресторан похавать и она мне говорит Леля ты забыла змейку застегнуть а я вообще забыла что тут змейка ну и благодаря змейке одеваться через голову вполне нормально и вполне нормально снимается в чем такое легкое тонкое джинс очень классное так сейчас я пожалуй встану и совсем остатки было роскоши в общем этот топик мне год назад подарила моя однокласска вообще было три топика но два из них я уже утилизировал потому что на одном какое-то пятно вскочила не отстирываемая розовый такой топик алый даже а на другом ну в общем оно у меня слегка широковатся и я просто решила когда я выставляла шмотки типа помощь бедным я его просто положила в пакет а синий я оставила он тоже слегка мятый так есть у меня такое платье кто ж знал что оно без лямочки я в нем была кажется на дне рождения или на новый год отмечала у Данки ну подружку с которой мы одно время очень долго общались знакомы 10 лет но получилось так что разошлись во мнениях и больше не общаемся уже года два наверное с момента как я приехала из Сталина Хельсинки со своей экскурсией и где-то через недели-две получилось что у нас настолько разные интересы что мы разошлись как море в корабли вот такое вот платье с одной лямочкой я его то ли в подарок то ли все-таки за какие-то частично покупала на Light in the Box фирма Мелисса довольно легкое хорошее интересное единственное минус если у вас нулевой размер груди то оно слегка как бы так сказать сваливается ну или не то что оно не сваливается но идешь по улице и как-то стремно с маленьким лифчиком да вот или забить и делать лямку или делать лямку какую-то прозрачную только вариант что делать лямку прозрачную какую-нибудь надевать туда тогда нормально в общем оно такое прикольное интересное с бантиком посередине сзади меня шквал барахла еще у меня есть такой классный сарафан его шире наверное как раз мне было лет 16 по заказу минус у него чуть-чуть растянулась лямка мне все не доходят руки чуть-чуть ее подшить вот такой вот и он практически до 5 у меня очень классный я помню когда жарю была вот даже лет 7 назад я приходила я тупо даже на себя воду лила вот так ноги руки подставляешь и немножко на него воды побрызгаешь оно впитывает ходишь такая полумокрая и классная и не жарко и последний от Израиль когда-то Лёля шила себе топик с рукавами клешами типа знаете у Линды я ворона я ворона да но потом я думаю наверное все-таки я вам частично покажу вот этот свой не знаю видно короче это обычные серые такие штанишки возможно я у них когда-нибудь или отдельно засниму или может быть буду там у Ярик каленки допустим поеду это хлопок ивановский мне тетя их привезла в подарок они ездили как передачи едет в магазин закупаться там шмотки и они такие чуть ниже колена такие ближечки под какую-нибудь туничку очень уютные и удобные в общем сейчас я этот ужас выверну потом дедушка и вся родня впала в афиг что я за нахрен такой сшила сшила руками я сделала из него юбку я даже какое-то время в роли фрика ну фрики фигли ходила по улице в этом фрики в общем вот оно все еще живо я его лет в 15 или в 16 сшила не поверите двойная солнцоклеш юбка вот нам этом все весь мой летний гардероб закончен видео будет из двух частей потому что у меня на разных флешках оно получилось записываться если вам было оно интересно чем-то полезно один запрос или как минимум три там кто-то писал мне про летний гардероб я все-таки выполнила хотя это уже подходит в принципе где-то так почти к концу ну в общем если досмотреть до конца то я очень рада и до новых встреч пока